Привет, мои друзья, зрители, кто меня смотрит, это опять видео из газета. Посмотрите, это Кемаля сестра делает. Я забыла, друзья, как оно называется по-турецки, просто, думаю, я кладу его видео в YouTube, он очень много мне скидывает и ждет, что я выкладываю. Оно с сыром домашним, сладкое. Это тесто его сестра делает сама, но начинки тоже самые, потому что он даже в Стамбул это привозил, я там пробовала. Оно очень сладкое, отлично, мне не нравится. Смотрите, мои друзья, это парк, где его дом, где живет он. И смотрите, вот этот, я говорила, парк 5 километров в длину идет. Какая красота, вот где есть гулять, но людей нету. Он показывает в одну-другую сторону. И опять показывает блюдо, что он готовит. Мои друзья, смотрите, фасоль с мясом, конечно, это не мое. Он очень много присылает. Кемаль видео, молодец. Софи Талсу, Чоктасикулер, что готовит детям. Ну, он старается для меня делать видео. Я не знаю, хотя я уже, слава богу, выхожу, сама делаю. Смотрите, он пошел, я не знаю, где это или это. Я думаю, в Газентепе, да, базары есть такие. Смотрите, какой огромнейший и бобар сумок. Да, я на базаре в Газентепе два года там была, но я ни разу не ходила. Я не люблю базары даже здесь. Потому что, я не знаю, почему, мои друзья, шумно очень. Толпы толкают. А то он идет, наверное, к сестре. Я не понимаю точно, куда эта дорога. Но эти виллы, это рядом, буквально 15 минут от Кемалева дома, от этого красивейшего парка. Да, вот этот вилл, этот сосед, когда он идет к сестре домой, он меня снимает. Да, да, это к сестре, он идет домой, смотрю. Показывает вам, какие там белые. Ну, там очень огромные. Ну, только так строят дома, что, считайте, полные этажи. Ну, как бы, вот мы, да, в Стамбуле снимаем, чтобы жили дети вместе. Всякие. На втором этаже живет сын с невесткой, с, по-моему, у него там, я не знаю, двое сыновей. На третьем этаже у него тоже маленькая внучка. У них то есть невестка, сын, но это полностью этажи. Они так строят, мои друзья. Дворок большой, это Кемаль. Черешню покупает, машину поставил. Смотрю, зачем столько много. Ну, и, наверное, кому-то еще отдаст. Ну, он любит очень фрукты, овощи. Кемаль очень-очень много любит вот этого. Ну, турки все любят. Понимаете, его дети все любят. Я не знаю. Он для меня, черешню я обычную люблю. Черешню я не люблю. Представьте себе, я еще даже не попробовала. Не знаю, мои друзья. Я люблю кислою. Смотрите, очки мне снимают. Знают, что я больной человек на очки, что я недавно себе приобрела до очки. Хотя, мои друзья, выбор очень огромнейший. Я бы туда с удовольствием пошла, потому что я фанат очки. У меня я даже не знаю, сколько есть очков мои дорогие. Ну, вот, фанат. Покупаю, понимаете, забываю. Я очень много, когда еду домой, отвожу в Украину и раздариваю очки. Парфу мне показывает. Ну, парфу мне очень везет. Мне доченька дарит. Кемаль подарил мне где-то 7 видов. Есть на зеркале. Я очень забываю пользоваться, друзья мои. Ну, смотрите, тоже базары, как и в Газентепе. Да, я думаю, что это там. Или там, где, вряд ли где его фазенты. Там, может, и нету таких базаров. Я там не была. Смотрите, какой, что я вам хочу сказать. Чувствуйте. Вот, видите, шмотки. Все это дешево. Еда, потому что там всего полно. И отсюда все везут на наши страны. Считайте, в два раза дороже продают. Это все копейки у них. Когда я ходила, помню, в Беликтузу я дочка жила. Я там, ну, там более чистые, крытые базары. Я ходила. Считайте, удобно, короче. И близко. Ну, мы на машине и близко возле дома. Мы ходили, считайте, это все копейки. Вы можете торговаться, понимаете. Смотрите, сколько выбора, да, сейчас лето. Допустим, выбора огромнейшая, да. С этим проблем нет. Конечно, в магазине оно дороже почти то же самое. Можно сказать просто, что вам платят за аренду и более чисто, аккуратно и мы приплачиваем деньги. Вот, смотрите, да. Ну, то же самое. Качество хорошее, я вам скажу, текстильное, текстильтурецкие фабрики, что делает вот этот Джан, дочки, бывший парень, да, у него же свои текстильные фабрики. Я же видела, что он на магазин отправляет туда за границу. Это все видела. Вот эти же вещи, что мы покупаем. У него тоже есть клиенты на Украину, Россию. Очень много оптом запирают. Но он же, у него в фабрике это шьет все. Как бы у меня выходы всегда есть, слава Богу, на друзей, что он мне дальше там снимает. Смотрю, просто говорю, я, друзья мои, он мне скидывает каждый день видео, понимаете, они в телефоне, надо освободить телефон, и он ждет, когда его труд выставлю. Представьте себе, Кемаль, вот стеснительный человек, что идет и снимает, понимаете, чтобы у меня было интересно, потому что, ну как, я еще до сих пор себя не очень хорошо чувствую, иногда в жар кидает, не знаю, что-то затянулось. Но, как моя дочь говорит, мам, на ногах надо переносить, выходить, тебе будет легче, потому что сидеть, я очень много вхожу, выхожу. Вчера у нас были дела, потом покажу вам видео. Ну, как вам сказать, я уже выхожу. И как-то действительно, на ногах оно быстро проходит. Ну, забывает человека о том, а когда дома, знаешь, жалеешь себя, сидишь, и это не то. Вот, это он базары снимает, показывает мне, сколько там вещей, и знает, что я базары очень редко. Я люблю здесь ходить, в Стамбуле, Ла-Ла-Ли, этот Гранд Бюк, большой базар. Это я люблю, потому что там все закрыто, качественно, хотя тут такие толпы людей. И интересно, понимаете, где очень много людей, я не знаю. Привыкает человек. У меня вот эти маленькие города, я смотрю, знаете, даже на улице базары, что мне так как-то уже непривычно, знаете, что, ну, маленькие города, какие они маленькие, до трех миллионов населения, допустим, я могу называть сейчас много городов, я тоже смотрю видео, и была в этих городах так непривычно, знаете, что, когда мы идем на улицу, аж дергаешься несколько человек, допустим, ну, пусто, да, после Стамбула, это, я же вам показывала в этом видео, где мы вчера гуляли, мои друзья, что здесь как мурашки, понимаете, страшно много людей. Оно привыкает, и ты расслабляешься, как-то, когда уже такое смотришь, думаешь, ну, это же огромнейшие города, около трех миллионов населения, по сравнению, где я жила, считайте, деревня и маленький город, 7 тысяч населения, это огромнейшее, но как-то человек привыкает, знаете, когда удивляешься, а где люди, почему нету, например, здесь в Стамбуле вы идете, пройти трудно, ну, ну, как-то интереснее, понимаете, когда скучно, когда людей нету, на море пусто, допустим, да, меня тоже присылают с разных городов, мои подруги сейчас поехали в гости, на автобусе, естественно, машине, я не знаю, присылают мне видео, и знаете, когда смотришь, что один-два человека возле моря гуляет, как-то непривычно, понимаете, кажется, что мы еще в запяти, ну, ко всему человек привыкает, а пять очки, у меня очень много очков, где-то пять или шесть у меня брендовых, естественно, это были подарки, это дорогие очки у меня есть, пять или шесть, я уже не помню, мои друзья, но есть у меня такие дешевые от 20 долларов, где-то, по-моему, два или три, ну, вот эти очки, они могут даже быть дешевле, но я никогда не покупаю очень дешевые очки, потому что один раз, даже эти по 20 долларов, я вам так скажу, что я покупала, вот у них, у меня есть, допустим, белые, да, они дешевые, я не помню, 30 долларов, по-моему, за них отдала в прошлом году, у них нельзя ходить целый день, я люблю в очках ходить, не снимать, оно давит где уши, оно мешает, так что я не люблю дешевые очки, хотя очень много покупаю, это его парк возле дома, смотрите, видите, где можно гулять, вот это мне нравится, даже если людей нету, там такой запах, там цветы, ну, вот эти деревья, у моих видео есть, что мы днем снимали, просто кемали, я не знаю, когда, может, холодно было, что он так снял, видите, он, это его сын, наверное, впереди, они, наверное, в гости идут, я не поняла, и знает, что я люблю лукум, но я уже его не кушаю, и мне присылают, спасибо вам, друзья, за просмотры, ставьте лайки, удачи вам всем! Субтитры сделал DimaTorzok